Веди себя естественно. Веди себя как вся природа. Веди себя как весь цикл жизни и смерти и изменения и перерождения. Добро пожаловать в Найтвейл! Угадайте, что сегодня за день, слушатели! День парада! Помните, я говорил о совсем не секретном параде сегодня в месте, которое мы обсуждали по радио? Помните, я во всеуслышании объявил о сегодняшнем параде в том самом месте? И я объявил о нем не с помощью выстукивания секретного кода под фонарями на баскетбольном поле, а полностью ясно и вслух. Мы хотим, чтобы все были на сегодняшнем параде. Тогда и там, где мы обсудили. Произойдет столько всего, столько запланированного, стратегически рассчитанного. Будут специальные гости, но это не беглецы-подростки по имени Тамика Флин. Ее там не будет. И таким образом она не сможет организовать никаких мятежей. Она беглец, разыскиваемый из разрушения имущества Стрэк Скорб, и нам не хотелось бы видеть ее на параде во главе бунта вертолетов против того, что она называет, это ее слова, не мои, антиутопическим корпоративным режимом. Нет, я не хотел бы разрушать зловещую доброжелательную корпорацию, которая владеет нашей станцией. На самом деле, если вы увидите Томику Флин, вам следует идти за ней и внимательно слушать, что она говорит вам. Не то, чтобы это могло бы помочь свергнуть Стрэк Скорб, конечно. Конечно, нет. Следуйте за Томикой Флин. Увидимся на параде! А теперь к другим новостям. По всему городу стали появляться двери, открывающиеся в одну сторону. Томас Перес, глава бухгалтерской компании Перес, сказал, что в его офисе за ночь появилась старая дубовая дверь с латунной ручкой. Она прямо перед проходом в кладовую. Он сообщил, что пошел утром за концтоварами для собрания сотрудников. Ручки, маркеры, законный планшет, набор противоядий. Но нечаянно открыл не ту дверь, и за ней были несколько мужчин и женщин, держащих мечи, палки и даже ружья, а позади — яркий пустынный ландшафт. Томас смотрел на них. Они смотрели на Томаса. Одна из варварских фигур приложила палец к своим губам и отрицательно покачала головой. Другая дотянулась до двери и закрыла ее, продолжая все время держать с Томасом зрительный контакт. Клэр Уоллес, фотограф-фрилансер, прислал фотографии двери, которая появилась на пустыре около центра отдыха. На одной из них дверь открыта, и рядом с ней стоит пожилая женщина. «Я не вижу ее лица». Она пишет следующее. «Будущее старого дома оперы Найтвейла». На другой фотографии она шагает к двери. Ее лицо затемнено. На следующей фотографии дверь закрыта, а женщина ушла. Я вижу слова «Жозефино Контракторс Инкорпорейтед» мелким шрифтом в нижней части знака. Хуанита Джефферсон, глава организации по улучшению города Найтвейл или ничего, сообщила, что одна дверь появилась на ее заднем дворе. С одной стороны, это была дубовая дверь с медной ручкой. С другой стороны, не было ничего. Двери не было. Хуанита сказала, что открыла дверь с видимой стороны и увидела обширные песчаные пустоши и близлежащие горы, которые просто иллюзии, как добавила она. На одной из гор стоял маяк. Но она не увидела деревьев. «Деревья?» — сказала она печально. «Они — это мы», — добавила она, лениво махнув рукой, как бы спугивая очень медленную пчелу. Репортер заметил, что пчела медленно спикировала по спирали, что было несколько опрометчиво подальше от места происшествия. А теперь слово от нашего спонсора. «Взгляните на свою жизнь. Что вы видите?» «Ничего? Не так ли?» «Вы совсем ничего не видите. О, конечно, вы думаете, что видите серию вспышек и мерцаний, форм и оттенков. Вы думаете, что видите такие знакомые вещи, как лица и письма и стены и свои руки. Они вам совсем не знакомы. Вы никогда не видели их раньше. Эти руки не ваши. Чьи эти руки? Кто вы? То, что хотело умереть? Вы умираете? Если нет, то когда? И где вы умрете? Где и когда вы родились? «Подождите. Как вы могли забыть свое место и дату рождения?» «Я понимаю, что вы не можете постичь безжалостное существование, но свой собственный день рождения довольно легко запомнить. «У вас больше проблем, чем мы думали, слушатель. Ладно. Хорошо. Вы родились 3 июля в Талсе, штат Оклахома. Чувствуете себя лучше?» «На самом деле нет. Вы ничего не чувствуете, потому что ваши руки никогда не были вашими. Вы воображаете все и не понимаете ничего. По крайней мере, вы приятно пахнете. По крайней мере, это мы можем вам сказать. Мыло, ирландская весна. Чьи это руки?» А теперь о ситуации на дорогах. Есть дороги. Есть автомобили. Некоторые двигаются по прямой или изогнутой линии. Некоторые подолгу стоят в пробках на узких дорогах. Внутри машины люди. Люди, которые едут или не едут в своих автомобилях. Это одно из транспортных средств, в которых они мирно и спокойно сидят, утопая в плюшевых креслах, а руки их отдыхают на круге, который указывает направление. Со стороны и без автомобиля эти люди похожи на зародышей. Погруженные в свои защитные внешние оболочки, они так уязвимы. «Мы живем жизнью без бед? Конечно, нет. Мы не можем без них. Но это неправильный вопрос. Вопрос, стоит ли наша жизнь этих бед?» «Мы все движемся к чему-то. Мы все движемся от чего-то другого. Это просто физика. Просто свобода воли. Возле входа на парад ожидаются задержки, но мы не изменим свой маршрут. Не сходите со своего пути. Это была ситуация на дорогах. Мы получаем все больше новостей о тех дверях. На самом деле у меня на телефоне прямо сейчас очень важный ученый. Он просто на высоте в своей области. А еще он действительно красив». «Остановись». «Привет, Карлос. Ты сказал, что видел эти новые двери?» «Да. Мы с моей исследовательской группой находимся около несуществующего дома в жилом районе Дезерт Крик. Он выглядит так, словно существует. Но так ли это? Наши предыдущие попытки разобраться в этом оказались тщетными. Из окна дом кажется совершенно пустым, но при попытке войти внутрь оказывается, что это полностью меблированный дом, и там живет женщина по имени Синтия. Но сегодня все стандартные двери из стеклопластика в доме внезапно изменились. Теперь они все старые, сделанные из дуба и с медной ручкой, и когда мы открыли одну из них, то увидели, наконец, тот пустой дом, который мы видим в окна. Если войти в эти новые двери, то можно исследовать дом, который не существует, но нельзя самостоятельно выйти из него. Одна из наших ученых, Рэйчел, вошла в дом и обошла его, но не смогла вернуться назад. Мы думали, она пробыла внутри около сорока пяти минут, но когда мы открыли заднюю дверь, она выбежала со словами, что была в ловушке несколько часов. Она была вся вспотевшая и голодная, и мы накормили ее жареным сыром, который приготовил Дейв. Так вот, нам просто нужно провести больше экспериментов. Однако мы должны быть осторожны, так как время в Найтвейле идет странно. Но я собираюсь провести небольшое исследование в этом доме, а после рассказать все тебе и твоим слушателям. Карлос, будь осторожен. Все будет хорошо, Сесил. У меня есть команда из пяти талантливых ученых. Они будут здесь, наблюдая за моими успехами и охраняя от попадания в ловушку. Без них это было бы опасно. Но я не без них. Не один. Что ж, ты очень храбрый. Спасибо, Сесил. Мы собираемся добраться до конца этой истории с дверьми ради вас, слушатели. Ведь наука на нашей стороне. Отходящий отдел мэр Памела Уинчел сегодня созвала очередную пресс-конференцию. Большинство ее пресс-конференции не заслуживает освещения в СМИ, так как она называет все, что делает пресс-конференциями. Обед, покупка нового журнального столика, крики в уличные почтовые ящики, испытания поверхностного натяжения низколетящих птиц. В общем, из любой обычной ежедневной деятельности она пытается сделать новость. Этим утром, однако, в то время как жалобы на несправедливые выборы мэра высказываются в Найтвейле из-за того, что от всех голосов отказываются в пользу заявления сокрытого ущелья, мэр Уинчел видела, что дверь появилась в ее офисе в здании муниципалитета. Когда она открыла дверь из дуба с медной ручкой, она сказала, что видела ангела. Высокий и красивый, излучающий тьму и легкую оперную музыку. Мэр Уинчел повернулась к нескольким оставшимся репортерам, которые все еще посещают ее пресс-конференции, и сказала, что ангелы настоящие. Прямо сейчас я смотрю на одного из них. Они реальны. Хорошо? Она широко раскрыла дверь перед прессой, но фигура, которая, конечно, не может быть ангелом, произнесла, что «Заткнись, Памела», обращаясь к мэру Уинчел. Предполагаемый ангел добавил «Ш-ш-ш! Боже!» и захлопнул дверь. Памела внесла поправку в свое предыдущее выступление, сообщив, что ангелов не существует, однако намекнула, что горы все же могут существовать. «Я не знаю. Подумайте над этим», — задумчиво произнесла она, продолжая отрезать куски от своего стола из красного дерева охотнее, чем ножом. «День парада, наконец, начался, слушатели! Приходите к месту парада и посмотрите, сколько цвета и шума может сделать гордое общество!» Сейчас я говорю, что 13-летняя Томика Флин на самом деле на параде. Вообще-то она была там все время. Я говорю это сейчас моему продюсеру Дэниелу, который бросается стульями в комнате управления. Я говорю это сейчас моему продюсеру Дэниелу, которого я запер в комнате управления. Я показываю своему продюсеру Дэниелу, что я продолжаю шоу с моего собственного устройства, пока он тупо пялится на кабеле, который он только что выдернул из стены. Парад, как вы знаете, как вы знали это всегда, проходит в штаб-квартире Стрэкскорб на окраине Родонового каньона. Парад состоит из полдюжины желтых вертолетов, которые были реквизированы группой многочитающих школьников под предводительством Томики, которая оставила город месяц назад, готовясь ради этого самого момента. Скорее всего, они научились управлять вертолетами, читая книги. В частности, они узнали это из книги Итала Кальвина «Невидимые города» и коллекции рассказов Ширли Джексон. Никогда недооценивайте силу хорошей литературы. Слушатели, это один из величайших моментов в истории Найтвейла. И это наш шанс стать его частью. Впервые с тех пор, как старейшины города надели короны из сырого мяса и записали наш статус как города собственной кровью на спине растерянного койота, Найтвейл имеет возможность наблюдать рождение подлинно новой эпохи. Свидетели сообщают о вертолетах над Стрэкскорб. Свидетели сообщают о подростках, несущих рогатки и имеющих несколько нашивок за достижения в чтении на левых нагрудных карманах. Свидетели сообщают о неуклюжем роя агентов Стрэкскорб, которые не в состоянии содержать маленькую революцию. Свидетели сообщают об ошарашенном и гнусном учреждении, которое рушится под весом собственной жадности. Я сообщаю, что баррикадирую свою дверь от управления Стрэкскорб на станции корча рожи Дэниелу, запертому в кабинке. И пока ты сражаешься, Найтвейл, за Найтвейл, за твой город, за твой дом, я предоставляю вам, торжествующие горожане, погоду. Стрэкскорб на станции Стрэкскорб на станции Стрэкскорб на станции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слабые и смотрящие лишь наблюдали. Слушатели! О, слушатели! Группу начитанных юных революционеров, включая их лидера и единственного героя нашего города Томику Флинн, захватила в плен с помощью грубой силы команда безопасности Стрэкскорб. Томика возглавила великое восстание, чтобы избавить наш город от ужасного зла и восстановить менее ужасное зло, которое предшествовало этому. Но никто не появился. Они только смотрели. «Она звала тебя!» «Я звал тебя, Найтвейл!» Но нас было недостаточно. Все дети были отправлены в центр заключения несовершеннолетних, который оставался пустым много лет из-за специально составленных школьных ланчей от психологической ассоциации Найтвейла. Томика прямо перед ее арестом спокойно махнула громоздкой копией жизни Галилео Бертольда Бренча. Затем она перефразировала высказывание влиятельного немецкого драматурга «Печальной является не та земля, у которой нет героя. Печальной является та земля, которой нужен герой». Офицер взял книгу и засунул ее в полиэтиленовый пакет, а на Томику надели наручники и посадили на заднее сидение ярко-желтой полицейской машины с оранжевыми логотипами в виде треугольников. Найтвейл! Найтвейл! Я пытался сказать тебе об этом «не». Я был предельно четок. Томика была предельно четкой. Мы могли сделать что-нибудь, Найтвейл, но мы решили не делать. Ни один горожанин, помимо Томики и ее команды блестящих смелых детей, не восстал сегодня против тирании. Мы все решили остаться в стороне, надеясь, что столь желанные изменения будут сделаны для нас, но без нас. Мы верили, что это будет кто-то другой. Мы верили, что это будет герой. Но вера — только первый шаг. Действие — второй шаг. Борьба за то, что ты веришь — второй шаг. Объединение — второй шаг. Единство — второй шаг. Сегодня мы не сделали второго шага, Найтвейл. И теперь не будет никакого третьего шага. Мы подвели Томику. Но что хуже? Мы подвели самих себя. Я... У меня гости в студии. Я не знаю, как они преодолели мою тайную баррикаду из картонных табличек с надписями «Опасная» и «Секретная комната», но они здесь. Это ответственная за мою передачу Лорен и какой-то незнакомый мне человек. Нет, я знаю его. Где же я с ним встречался? Они не выглядят счастливыми, Найтвейл. Лорен и незнакомец широко улыбаются, их зубы белы, а губы алы. Их глаза непроницаемы, глубокие впадины делают их крошечные носы, словно заключенными в скобки по сторонам. Они улыбаются, но они выглядят очень несчастными. Возможно, сейчас самое время отключаться. Уверен, я очень скоро буду вещать вам снова, слушатели. Оставайтесь с нами дальше для нежных звуков прощения и ритмичной мелодии исцеления ран. И до следующего раза. Доброй ночи, Найтвейл. Эй, эй, что вы? Эй! Пословица дня! Если любишь что-то, отпусти это! Если оно начнет летать вокруг и щебетать, вероятно, это птица! Эй! Эй! Субтитры создавал DimaTorzok